В Казанском федеральном университете состоялся круглый стол, посвященный обсуждению научно-исследовательских проектов по освоению Якутии. Освоение Якутии, значит, вложение туда потенциала научного, это сегодня очень важно для всех, для нашей страны в целом, конечно. Завершились бесплатные курсы татарского языка. Какой результат? Каждый, я думаю, достиг своего желания. Кто пришел, ничего не зная, освоил минимум. А1 мы говорим, это минимальное знание татарского языка, а кто пришел, усовершенствовав свои знания татарского языка, они тоже добили свои цели. Кто из КФУ стал победителем всероссийского конкурса студенческих медиапроектов? Мне хочется сказать, что это самое важное составляющие этих наших четырех дней работы, это немножко определительное восприятие. Всем привет, в эфире Универ-Ньюс, а в студии Илья Андреев. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с главным раввином России Берлом Лазером. В ходе встречи обсуждались возможности создания Центра Иудаики на базе КФУ. Как отметил главный раввин России, еврейская община страны готова принять активное участие в создании данного центра. В ближайшее время состоится очередная встреча, где более подробно обсудят содержательную часть проекта. Ректор Казанского университета встретился с делегацией Республики Узбекистан. В ходе встречи обсудили возможные варианты дальнейшего эффективного сотрудничества по различным направлениям деятельности. В том числе проект создания филиала Казанского федерального университета на территории Республики Узбекистан. Затем участникам делегации продемонстрировали биомедицинский кластер вуза, где были отмечены наличие единого образовательного пространства, подготовки кадров для отрасли здравоохранения и уникальность трансляционных разработок. Делегация из Узбекистана также посетила Елабушкин институт. Директор института Елена Мерзон провела экскурсию для гостей по главному учебному конкурсу, а также инженерно-технологическому отделению, Думу научной коллаборации и университетской школе. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел расширенное рабочее совещание с руководящим составом вуза. Обсуждали вопросы подготовки университета к приемной кампании 2021 года и реализации программ дополнительного образования. В Казанском университете состоялся круглый стол, посвященный обсуждению научно-исследовательских проектов по освоению Якутии. Все подробности расскажет наш корреспондент Диана Желенкова. Мероприятие состоялось в рамках Дней Якутии в Татарстане. Участие приняли как сотрудники Казанского университета, так и коллеги из Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Актуальность изучения Якутии в том, что это самая большая территория в стране, но в ней проживает лишь один миллион человек. Поэтому вопрос освоения Якутии в первую очередь открывает перспективы использования природных богатств республики. Я много раз был в Якутии, это прекрасная природа, не просто прекрасная, а суровая такая, суровая, прекрасная природа такая. И, конечно, те растения, которые там произрастают, плоды, которые там собирают, они имеют колоссальные медицинские, биологические активные свойства. Потому что они выживают совершенно в условиях, которые невыживаемые для растений. Приходишь, думаешь, там ничего не растет, там, оказывается, такие ягоды сладкие вкусные. То есть, вот, я уже так шуткой говорю, но на самом деле, конечно, это очень большой потенциал фармацевтики. Еще одним потенциалом являются сверхпрочные материалы, которые не теряют своих свойств как при очень низких, так и очень высоких температурах. Кроме того, Якутия богата и полезными ископаемыми. Нефть, газ, алмазы, светлые металлы, золото, естественно, само собой. И очень много полезных ископаемых, которые мы еще только начинаем раскручивать, да, вот сегодня. Это тоже громадный вопрос. Вы понимаете, конечно, освоение Якутии, значит, вложение туда потенциала научного, это сегодня очень важно для всех. Для нашей страны в целом, конечно. И вот, я думаю, на этом столе мы обсудим некоторые из этих проблем. По словам Даниса Нургалиева, круглый стол стал отличной площадкой для обмена опытом и практик, а также возможностью обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс. В древнем городе Болгла состоялся праздник Изгебола Жиена, посвященный принятию ислама Волжской Булгарии. В этом году он проводится в преддверии круглой даты. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин, президент Республики Тарстан Рустам Мениханов, государственный советник Республики Тарстан Митимир Шамиев. От Казанского федерального университета был директор Института международных отношений Рамиль Хайруддинов. Казанский университет играет определяющую роль в изучении истории Волжской Булгарии. По словам Рамиля Хайруддинова, благодаря КФУ и его научно-методическому сопровождению программы Республиканского фонда возрождения памятников и истории культуры Республики была проведена огромная исследовательская работа. Подготовлено номинационное досье. Болгарское городище стало частью мирового наследия ЮНЕСКО и гуманитарного достояния. Сегодня сотрудники КФУ совместно со своими коллегами продолжают работу музеификации территории. Завершились бесплатные курсы татарского языка. В них приняли участие более 800 человек. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Елизаветы Никитиной. Бесплатные курсы татарского языка одновременно проходили на трех площадках Казанского университета. В Казани, Набережной Челнах и Лабуге. На протяжении трех месяцев люди совершенно разных возрастов знакомились не только с языком, а также с его историей, традициями и культурой татарского народа. Участники обучались татарскому по трем уровням. Во всех группах занятий проводили высококвалифицированные преподаватели Казанского университета, имеющие опыт интенсивного обучения языкам. На курсы татарского языка посетители изучали татарский язык, лексику татарского языка, конечно, и грамматику, потому что без грамматики учить язык невозможно. В основном пользовались коммуникативным методом. Мы старались учить наших посетителей, курсистов говорить на татарском языке. Работа педагогов помогла преодолеть языковой и психологической барьеры, побороть страх и научиться говорить по-татарски в пределах тем, предусмотренных программой. Каждый, я думаю, достиг своего желания. Кто пришел, ничего не зная, освоил минимум А1, мы говорим, это минимальное знание татарского языка. А кто пришел усовершенствовать свои знания татарского языка, они тоже добились своей цели. Курсы для населения, уже это у нас традиционные курсы, и посетители тоже разного возраста приходят. Дети, школьники, например, были ученики третьего класса, более среднего класса, также были пенсионеры. После завершения курсов обучающимся были вручены сертификаты Казанского университета. Бесплатный курс татарского языка планируется продолжить осенью. Елизавета Никитина, Ленардо Влесьяров, Универньюз. В Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса студенческих медиапроектов университи. Кто в 2021 году из Казанского федерального университета стал победителем, расскажем в нашем следующем сюжете. Победителем в номинации лучший ведущий стал студент первого курса высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Егор Ложкин. Развлекательный тревел-проект далеко не дорого представляли студенты второго курса кафедры телепроизводства цифровых коммуникаций Казанского федерального университета Регина Вагизова и Александра Емельянова. Второе место в номинации «Университетская наука» заняла корреспондент студенческого телеканала «Универ ТВ» Диана Желенкова с сюжетом о том, как работают генетические ножницы. Третье место в номинации «Проблемно-аналитическая работа в видео» занял сотрудник «Универ ТВ» Илья Андреев с сюжетом о том, как организовано обучение студентов Северной, Южной Америки и Европы в период пандемии коронавируса. Третье место в номинации «Лучшее сообщество в социальных сетях» получил интернет-журнал для студентов в Казани «Ветер». Его представляла автор и редактор проекта Марина Безматерна. Генеральный директор Фонда независимого радиовещания, а также организатор университета Наталья Власова отметила, что это большая возможность для студентов-журналистов из регионов проявить себя на федеральном уровне. Мне хочется сказать, что самое важное составляющие этих наших четырех дней работы, это немножко определить линию самосприятия. Потому что мы, наши жители и наши действительности, наши работы, наши личные отношения, все время накладывают какие-то определенные фильтры. Фильтры личной жизни не наш интерес, фильтры внутреннего развития, наверное, немножко наш интерес, но вот фильтры, которые мешают нам немножко отстраниться от многих вещей и транслировать смысл, написать информацию, разговаривать с аудиторией максимально без каких-либо искажающих факторов, вот это то, что нас волнует и нас интересует. Поэтому эти дни мы будем говорить про то, как эти линии наши фильтры восприятия протираются, смотреть на это прозрачно, а делаются только посредством взаимного общения и разговора. В сумме в шорт-листы по разным номинациям Всероссийского конкурса университета от студенческого телеканала Универтв Казанского федерального университета в 2021 году прошли 7 работ. Всего на конкурс было подно 720 работ из 39 городов. С 3 по 6 июня финал проходил в Москве, где с 10 до 20 часов каждый день были организованы образовательные программы, лекции, разборы, семинары, брейнштормы, деловые игры и дискуссии. С федеральными экспертами обсуждали правовые и этические аспекты работы журналистов в эпоху постправды и стигматизации проблемных тем в медиа. Говорили о харассменте в редакциях, рейтингах, охватах, новых платформах коммуникации и способах продвижения контента, регулярности обновлений, современных проблемах организации работы в СМИ. Илья Андреев, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова